Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. Большое спасибо, я была чезная дякую за то, что снова здесь со мной. Вы наимоверни, чаривни, о божни, о божни, поважаю дякую, дякую, дякую. Сегодня суббота, это первый момент. Сразу хочу сказать такую короткую информацию. Если вы не хотите слушать мое вступление, если вы вдруг недавно к нам присоединились, то вы можете воспользоваться тайм-кодами и сразу перейти к новостям, чтоб никто нанархував и не нервничал. А для тех, кто хочет слушать мое вступление, продолжаем. Как я уже сказал, сегодня суббота, у людей уже выходные в самом разгаре, у кого-то отпуск, это прекрасно, отдыхайте, наслаждайтесь. Значит, завтра воскресенье вы знаете, что меня не будет. Вот, один выходной, как всегда, мне нужен, чтобы немного взять себя в руки, отоспаться и так далее. Вернусь к вам, как всегда, в понедельник. А у вас как раз будет замечательная возможность пересмотреть предыдущие ролики, которые вы пропустили, а я знаю, что многие точно пропустили. Не забывайте, пожалуйста, возвращаться к предыдущим роликам, обязательно их пересматривать, потому что это очень важно для меня сейчас. Собственно, в этом и заключается ваша поддержка для меня. Если вы действительно не просто говорите на словах и хотите поддержать меня, это прекрасно будет, если вы будете смотреть все ролики, даже если не в день в день, но потом обязательно пересмотрите. Всем, кто это делает, огромное вам спасибо, просто благодарность невероятная. Я хотел с вами буквально пару слов по поводу сериала «Черное зеркало». Наверняка многие смотрели. А у него очень большой такой рейтинг, его рекламируют, многие восторгаются. Я когда-то, помню, давно смотрел первый сезон, еще начал, что-то не понял. Единственное, что я для себя понял, это то, что там каждая серия сама по себе. То есть они показывают что-то непонятное, якобы то, что сейчас происходит в мире, но по факту это все так преподносят для меня лично. А то, как я это увидел, немного это выглядит со стороны, как будто, знаете, человек под чем-то, и что-то он непонятный, какие-то свои фантазии пытается воспроизвести. Вот мне не заходит, честно. И вот я включил шестой сезон, последнюю, первую серию. Даже Сальма Хайек, которая снималась в главной роли, да, в этой первой серии, вообще никак не спасла. Не знаю, ребят, как поотносить к сериалу «Черное зеркало», для меня это что-то непонятно. Вчера мне мой сосед вечером пишет, говорит, типа, ты дома? Я говорю, да, дома. Выходи на улицу, пройдемся. Ну, я думаю, хорошо, как раз жара уже спала, у меня немножко свободного времени есть. Думаю, в любом случае я собирался, окей, хорошо. Ну, и, в общем, я вышел, а он все время там в телефоне, что-то с кем-то переписывается. Ну, это типичная ситуация на сегодняшний день, когда люди встречаются, все в телефонах. Ничего удивительного. Ну, и такой говорит, я сейчас, говорит, ты посиди, а я сейчас бегаю в магазин, там, что-то хочу купить и вернусь. Ну, и он, короче, пошел. А я такой человек, знаете, я же скучать не буду. Во-первых, я же там познакомился с некоторыми соседями, встретился, но с ними, в общем, сидел, лялякал, там, общался. И тут я в какой-то момент вспоминаю, слушайте, а куда мой сосед делся вообще? Я уже и забылся, честно, про него. Но пишу ему, а ты где вообще? В магазин пошел, уже прошло, не знаю, там, минут 40. А я вовсе нет. Он в какой магазин пошел, я так и не понял. Он мне пишет, а я там в таком-то районе. Чтоб вы понимали, это 15 километров. То есть это вообще другой край Киева. Я думаю, что он там делает вообще? То есть вы поняли, да, такие эмоциональные качели человека? Я пошел в магазин, и по пути каким-то образом он оказался вообще в другом конце города. Ну, думаю, ладно. Думаю, что он там забыл? А потом оказывается, вот оно, что он поехал к своей той самой ненаглядой. Поняли? Как оказалось, она там живет. Он опять с ней продолжает переписываться и встречаться. И вот это он к ней поскакал, немножко там с ней посидели. Что вы думаете? Да-да-да. И сорвался чувак. Ну, думаю, понятно. Пока, короче, дела идут не очень хорошо у него. Но я не теряю надежды и оптимизма, что все-таки он возьмет себя в руки. Да. Многие по-прежнему думают, что я это все придумываю. Да если бы, ребят. Ничего придумывать не надо. Вы знаете, вот глядя на жизнь многих людей, даже ваших соседей. Если вы просто с кем-то будете общаться, кроме телефона, интернета и выходить за пределы своей квартиры, поверьте мне, вы много интересного увидите и узнаете. Вот честно. А если вы еще и куда-то пойдете, в какие-то интересные, нетипичные для вас места, то у вас вообще глаза не перестанут закатываться. И вы будете просто постоянно ходить и подбирать свою челюсть, потому что для вас это будет что-то новое. Хотя для меня это особо не удивительно, поскольку я уже много всего видел. Вы же знаете, что я работал всегда в гостиничном ресторанном бизнесе. Кафе, бары, рестораны, отели – это всегда огромный поток людей. И персонала, и гостей. Ты постоянно в движении, в общении. У тебя постоянно какие-то новые приключения, истории. Не нужно ничего придумывать, поэтому перестаньте мне уже писать, что я это все придумываю. Но это же надо какую фантазию иметь и вот это вот каждый день начинать и думать. Так, что мне сегодня придумать? Я типа сижу, пишу сценарий. А, наверное, сегодня это можно облегчить с помощью чата GPT, да? Типа задача так. История друг и его подруга, да? Напиши мне новую серию для уступления. Наверное, так многие думают, что это происходит. Нет, уверяю. Увы, но это все реальность, к сожалению. Хотелось бы, конечно, чтобы это была фантазия в данном случае, но пока что нет. А я сегодня, значит, побежал в магазин продуктовый. А по дороге у нас там есть еще один такой магазин. Не помню его название, не важно. Там, в общем, одежду продают. Я когда-то в него запекал. Я зашел, посмотрел на цены и выбежал. Ну, вы поняли, они меня не устроят. Короче, там, ну, не дешево, не дешево. Ни хумана, ни секонд-хенд. Там такие цены хорошие. Хотя для кого-то, может быть, и не очень. Но судя по тому, что меня захейтили заплов за 100 гривен, то я думаю, если я сейчас начну вам озвучивать цены в этом магазине, то тогда вы вообще с ума сойдете. Конечно, не Баленсияго, не Луи Виттон, но цены такие. Знаете, для обычного человека, который зарабатывает немного, это дороговато будет. Но суть в чем? Я почему забежал в него? Я увидел вывеску, типа, магазин закрывается, распротоемся, скидки там сумасшедшие. Я уже не ведусь на эти скидки, но все равно мое любопытство заставило меня зайти. Я зашел. Я такой смотрю на цены и говорю, это по-настоящему такая цена? Я говорю, да. И чтобы вы понимали, значит, штаны, джинсы, да, они стоили 3 тысячи. На них стоит цена там 250, 9 или 260, и от этой цены еще пополам. То есть джинсы, которые стоили там 2-3 тысячи, стоят 120-130 гривен. Потому что магазин закрывается, и они реально все распродают. Не только одежду, они распродают даже все, что в магазине, поняли? Там пуфики какие-то, стеллажи, в общем, все, стулья, все, что хотите. Я такой думаю, ну я вообще не собирался, я как бы за молоком бежал. Зачем мне эти джинсы? Ну, коль такая песня, а чего бы не попеть, правда? Слушай, эти джинсы за 2 тысячи или за 3, которые 130, но грех не взять. И я, короче, себе взял 2 штуки. Они, правда, одинаковые. Думаю, ладно, я же такая свня, обязательно заляпаю, порву где-нибудь. Поэтому пусть будет 2. А чего бы нет, я взял 2, получается, 2 штуки джинс. 2 штуки, да, как я хорошо говорю. Да вы поняли. Они мне обошлись. Господи, 260 гривен. Сколько это в долларах? А ну-ка, сейчас я попытаюсь посчитать. Ой, это 7 долларов где-то. 7 долларов, 7,5 долларов, 2 пары джинс. Как вам, дорого, нет? Которые стоили на минуточку 70 и 80, а я купил их 2 за 7 долларов. Ну, грех не взять, правда? Так что удачненько я сбегал в магазин. Все-таки иногда нужно забегать и все-таки свои сомнения убирать в сторону. Потому что, ну, я просто знаю, как у нас эти скидки пишут большими буквами 70-90. Только там такими маленькими-маленькими буквами на этом огромедном билборде или где они там вешают на окне написано «До». А ты потом в итоге заходишь в магазин, где это все непонятно. А тут-таки, да, реально. Так что удачненько сбегал я в магазин. Я вам уже говорил, что у меня в комплексе очень много людей, у которых собаки и кошки. Мне это очень нравится, кстати, что у нас такие прям любители животных. Это прелесть. И вот вечером, особенно когда выходим там все прогуляться по своему променаду, так сказать, все же со своими собачками. Собачки в основном все небольшие, даже большие. Ну, там в основном французские бульдоги, мопсы, шпицы, терьеры ёршские, да, потом корги. Вот такие небольшие породы. Какие-то еще, которые, я не знаю, вот эти пудели маленькие. Я не знаю, что это за порода, как будто они какие-то искусственные. Они как игрушки плюшевые. В общем, все вот эти вот собачники наши, собачники, как это сейчас звучит, любители собачек и хвостика выходят вечером. И я же тоже где-нибудь там присяду, и все эти хвостики начинают ко мне бежать. Они прям так мило рядом садятся с обеих сторон. Кто-то на ручки запрыгивает. Все-таки меня любят собачек, я не чувствую. А, кстати, к моим знакомым они не бегут. Мне говорят, Женя, ты видишь, как тебя любят собаки? Тебе нужно срочно купить. Я говорю, я не буду покупать. Зачем покупать, когда можно пойти в приют и взять? Но пока что, к сожалению, я не могу себе это позволить. Потому что, несмотря на то, что у нас многие все-таки любят животных, но позволить себе завести собаку или котика даже на съемной квартире, как оказалось, даже сейчас при нынешних условиях, это не так-то просто. Понятное дело, что некоторые идут на уступки, хотя я не понимаю, почему запрещают, если, ну, допустим, там, не знаю, заведу я котика или собаку, да. Ну, подерет он диван, образно говоря. Ну, это же моя проблема, правильно? Я буду диван новую перетяжку платить или что, новый покупать. То есть это мои проблемы, я буду платить за эти расходы. Но все равно не разрешаю. В договоре это все прописали, никаких животных и все. Сказали, хотите животных, заведите себе рыбку. Ну, такое себе развлечение, я ничего против рыбок не имею. Но я с рыбками не пойду гулять и на пробежку. На пробежку, сказал он. Ну, по крайней мере, знаете, собачки, они же стимулируют тебя постоянно ходить, много ходить. Это круто. И вообще с ними весело и замечательно. Вот такое было у меня сегодня вступление, ребят. Надеюсь, что я вам немного приподнял настроение и отвлек от этого всего безумия, в котором мы с вами находимся. Всех, у кого сегодня день рождения, именины, я поздравляю искренне от всей души с вашим днем. Конечно, хочется пожелать, чтобы у вас все было ярко, замечательно, позитивно, прекрасных много эмоций было, чтобы все были здоровы и вы, и ваши близкие, и чтобы все было прекрасно, и самое главное был мир, вам всего хватало, взаимная, настоящая, искренняя любовь и классные, верные друзья. Чтобы вам удача всегда улыбалась по жизни. А прямо сейчас я напоминаю, что нужно поставить сердечко, лайк, это одно и то же, и, конечно же, подписаться на этот прекрасный, добрый канал. Если вы вдруг еще почему-то этого не сделали, я не знаю, потому что здесь просто хорошо, приятно, комфортно и по-домашнему. У нас прям такая дружная семья. Ну, практически дружная, бывает всякое, но вы не обращайте внимания, как говорится, в семье не без этих, было бы слишком идеально. Но в целом у нас тут круто, так что присоединяйтесь к нам, рекомендуйте своим друзьям, я вас всех жду. Ну, а теперь не забудьте включить VPN, если он вам необходим, смотреть ролик от начала до конца, чтобы ничего не пропустить. Всем приятного просмотра, погнали! Эдгар Запашный продолжает высказываться о всех тех, кто уехал. Вот он добрался до Аллы Пукачевой, сказал, что она сама себя похоронила, как артистку и как личности вообще. Сказал Эдгар Запашный. Ну, в общем, собственно, можете послушать его прямую речь и прокомментировать. Я уже даже это комментировать не могу, потому что этот просто поток сознания, грязи, он не прекращается и, конечно же, не прекратится. Но это наглядный пример, чтобы многие посмотрели на всех этих севдопатриотов. Пугачева сама себя хоронит, как творческую личность. Если Кобзон ушел великим с армией поклонников, любовь которых строится прежде всего на уважение, то Пугачева, она же тоже взрослая уже, уходит, вот сама себя закапывая, как творческую личность. Будут ли про нее говорить, что она велика? Нет. Потому что все то, что она сделала, это не вызывает уважения. Вспоминать? Пару поколений, взрослых еще будут, потому что песни эти любимые, на них воспитывались. Все. Народный артист Украины Остап Ступко был оставлен под ночным домашним арестом. Соответствующее решение вынес Голосеевский район на суд Киева. Ему запретили до 3 сентября покидать собственное жилье с 12 часов ночи до 5 утра. Эй, как бы в это время как раз у нас комендантский час, но я так понял, что он артист, у него могут быть гастроли, ему запретили, поэтому, получается, он не может никуда уезжать за пределы Киева. Во время судебного заседания адвокат Остапа Ступки пытался отменить ночной арест и заменить его личным обязательством. Решение защиты мотивировало тем, что Ступка не давит на пострадавших и решает с ними вопросы возмещения ущерба. Объяснения оказались для суда недостаточными. Решение в пользу Ступки не приняли. Следует отметить, что Остапа Ступку взяли под ночной домашний арест 6 апреля этого года. 4 апреля он в нетрезвом состоянии, бухуще, в Киеве въехал на встречную полосу и влетел в припаркованный автомобиль, в котором находился мужчина. Пострадавший получил травмы и попал в больницу. Ну, я там во много еще всего рассказывал касательно этой истории. В общем, следим за этим делом. Ваши версии, чем это все закончится. Новости о запланированной поездке Джонни Деппа в Россию оказались очередным фейком. Как я и думал. Вокруг Джонни Деппа на днях разгорелся скандал из-за якобы его визита в Россию. И обращение, в котором он пожелал всем беречь себя, якобы он как будто записал личное обращение для граждан России и только для них. Но, как оказалось, это все не так. На скандал отреагировал официальный представитель Джонни Деппа, Стивен Дойтерс. Продюсер ответил на вопрос поклонников Твиттера и опроверг визит Джонни Деппа в Россию. Мало того, он объяснил, что видео с обращением Джонни Деппа было не к жителям России, но было записано для мирового проката фильма Жана Дюбари. Это показывали в каждом кинотеатре, где будет премьера этого фильма перед началом фильма. Вот и все. Я, кстати, слушал его обращение. Там действительно нигде он не указывает, конкретно к какой стране он обращается. Он просто в целом пожелал тем зрителям, кто смотрит, в какой стране, в каком городе приятного просмотра и поблагодарил за то, что люди пришли посмотреть фильм с его участием. И вот цитата продюсера. Это неправда. Это было видео, снятое для мирового проката фильма. И никаких визитов в Россию не будет. Вот так заявил представитель Джонни Деппа. Пишите свои комментарии, а мы двигаемся дальше. Оля Полякова жестко ответила хейтерам, которые раскритиковали внешность ее старшей дочери Марии. В инстаграм она показала, как она со своей дочкой Машей занимается спортом. Полякова опубликовала кадры, где она с дочерью в обтягивающих спортивном наряде делает там всякие упражнения. Ну и там, в общем, понеслась. Многие люди набросились, сказали, что дочь выглядит хуже мамы, что это за бока, жирная, квадратная, еще какая-то. Ну, в общем, все, как умеют наши люди. Может, я-то знаю, как меня не видели, но зато я читаю такие интересные иногда комментарии. А тут, как говорится, человека видно, есть где разгуляться. Оля Полякова, конечно же, за словом в карман не полезет. Она не стала терпеть, как оскорбляют ее дочь, и она обратилась ко всем хейтерам. Цитирую. Люди, читаю комментарии под тренировкой. Какая вам нахрен разница, что и кто как выглядит? Одни пишут Маша Толста, другие Полякова старуха. Слушайте, вы что, дебилы? Посмотрите на себя и на свою жизнь, и на то, почему из вас лезет говно. Почему у вас так много говна, что вам нужно пойти на страницу человека и его выплеснуть? Выплесните его себе обратно в свои рожи, придурки. Женщины, которые пишут, что мама красивее дочери, скажите, вы, у вас не все дома, с какой целью вы травите подростка? Маша, никого не слушай. Ты формируешься как женщина, у тебя красивые формы, не думай воспринимать ограниченных людей на свой счет. Что у людей в головах писать гадости о девушке? Все, кто написал хорошие комментарии и поблагодарил за тренировку, знайте, что вы нормальные люди, что у вас гораздо больше, чем придурков. Я вам передаю лучи счастья и добра. Будьте счастливы, потому что у хороших людей хороший комментарий. Олег Басилашвили высказался о гражданской позиции Лия Хиджакова и прокомментировал все ее заявления. Если коротко, то он поддерживает ее полностью и преклоняется за ее несгибаемость и отвагу. Цитирую Олега Басилашвили. Я преклоняюсь перед теми, кто искренне высказывает свои мнения и не боится последствий. Например, Лия Хиджакова. Этим людям даже могу позавидовать, потому что я, например, предпочту свое мнение сейчас держать при себе. А она молодец. Шакиру заподозрили в романе с американским баскетболистом Джимми Батлером, который моложе нее на 13 лет. Они провели время вместе в ресторане Новика в Лондоне в среду вечером. Шакира и Батлер хотели остаться, конечно же, незамеченными и приехали в ресторан по отдельности с разницей несколько минут. По словам инсайдера, оба заказали суши и коктейли и мило очень общались. Уехали они, кстати, тоже по отдельности после часа ночи. Машина Шакиры ждала ее у запасного выхода ресторана. В июне Шакира посетила игру Батлера в Майами, после чего они подписались друг на друга в Инстаграме, что сразу заметили, поскольку она подписана всего на 159 человек, Батлер на 481. Напомню, что Шакира рассталась с Джараром Пике в прошлом году после 12 лет отношений, из-за его якобы измен, но, как оказалось, у них там были договоренности, и они могли делать, что хотят. И это все Шакира выставила в пользу себя, по крайней мере, так об этом говорят представители Джарара Пике и его друзья. После разрыва Шакира несколько раз публично критиковала его и его новую девушку Клару Чи. Позже она вместе с сыновьями Пике с Сашей и Миланом переехала в Майами. Ну а что касается Батлера, то он не был женат, но у него есть дочь Райли от прошлых отношений с моделью Кейтлин Новак. Молодец, такая Шакира, видите, она по спортсменам, ее другие не интересуют. Стала известна официальная причина кончины Лизы Марии Пресли, которая, как вы знаете, скончалась 13 января этого года в возрасте 54 лет. Виной всему последствия хирургической операции для снижения веса. Как сообщают западные СМИ, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, она умерла из-за непроходимости тонкого кишечника. Непроходимость кишечника была вызвана спайками, которые развились после бариатрической операции для снижения веса. Во время этой операции хирургическим путем уменьшается желудок. В крови также были обнаружены следы препарата для лечения депрессии и обезболивающего, которые также можно использовать для лечения опиодной зависимости. Однако эти препараты не привели к смерти Пресли. Напомню, что Пресли похудела перед церемонией вручения премии «Золотой глобус», где был представлен фильм «Элвис» о ее отце. Она хотела очень хорошо выглядеть на ковровой дорожке. Ради хорошей фигуры она пила лекарства для снижения веса, придерживалась жесткой диеты и похудела почти на 22 кг за 6 недель. На самой церемонии Пресли выглядела изможденной, неразборчиво говорила и ходила с большим трудом. СМИ ранее сообщали, что причиной кончины Лизы Марии Пресли могли стать лекарства для похудения, однако это не подтвердилось. Единственная дочь Элвиса и Пресциллы Пресли сделала музыкальную карьеру. Она пела в жанрах поп-рок и кантри. Лиза Мария Пресли была замужем 4 раза. В числе ее мужей был легендарный Майкл Джексон и актер Николас Кейдж. И, к сожалению, ее больше нет. Модель Карли Клоус стала мамой во второй раз. Новостью поделился в соцсетях ее супруг, миллиардер Джошуа Кушнер, который опубликовал фото ребенка. Добро пожаловать в мир! Ребенок родился 11 июля. Имя малыша пока не раскрывается, пол тоже. Однако на фото новорожденный запечатлен в голубом чепчике, что нам говорит о том, что это скорее всего мальчик. О второй беременности она рассказала на балу Мэтт Галла, который прошел в мае этого года. На мероприятии она появилась в черном облегающем платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Карли Клоус и миллиардер Джошуа Кушнер. Состояние его семьи, по данным Forbes, составляет почти 2 миллиарда долларов. Вместе уже с 2012 года. Они поженились в 2018 году. Незадолго до свадьбы Карли приняла веру в своего будущего мужа иудаизм. В октябре того же года Клоус и Кушнер сыграли скромную свадьбу в Нью-Йорке в соответствии с еврейскими традициями. А год спустя они устроили уже роскошную вечеринку со всеми звездными гостями. В 2021 году они впервые стали родителями. У них родился сын Леви. И вот, наверное, скорее всего, второй ребеночек. Мы их с этим поздравляем. Алена Водонаева высказалась по поводу резонансного дела о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемизова. Она рассказала, кто, по ее мнению, виноват в задержании журналистов Тамерлана Багиева и Ариана Романовского и финансового директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. Но если коротко, она просто разнесла Собчак и сказала, что виновата именно она и только. Цитирую. Виноват только один человек. У ребят есть документы, которые были подписаны с Ксенией Собчак. Вся страна помнит, как у нее в доме прошли обыски еще до того, как команду из журналистов посадили в СИЗО. На пустом месте Ксения сбежала и переходила пешком границу с израильским паспортом. Конечно же, нет. Также она сказала, что у Тамерлан проработал у Собчак всего три недели, даже не получив свою первую зарплату. И вот еще одна ее цитата. Он скромный, очень человек и порядочный. Он окончил МГУ. Он из очень хорошей семьи. Он работал из дома. Он не мог ничего вымогать. Он жил скромно на съемной квартире и исполнял указания Собчак. Если я ходатайствую, чтобы Тамика выпустили под мою ответственность, хотя бы просто под домашний арест, проявляя инициативу, то Ксения Собчак оба раза, что приходила в суд, ни слова не сказала. Хотя понятно, что шансов мало. Это очень странное дело. Она не помогает им финансово вообще, не помогает в этой истории своими связями, хотя могла бы. Ксения, дела нет. Ей абсолютно наплевать на них. Эта ситуация полностью ее ответственность и ее крест. Но повернули все так, как вы видите. Она свои связи пустила только на то, чтобы прикрыть свою собственную задницу. Ну и вы знаете, я здесь абсолютно поддерживаю Алену Водонаеву, потому что Ксения Собчак именно так всегда и делает, как и ее муженек. Они прям идеальная пара. Все делает только во имя себя и прикрывая себя. Также еще, кстати, Алена Водонаева разнесла Курбана Амарова. Я надеюсь, я правильно произнес. Это бывший Бородиной. Сказала, что это вообще не до мужик, который должен замолчать и не ходить по интервью и рассказывать о том, какой он молодец. Потому что все, что у него есть, это благодаря Бородиной. А без Бородиной он ноль без палочки. И до встречи с ней никто ничего о нем не знал. И по какому такому праву он пришел к самому лучшему интервьюеру. Это так говорит Алена Водонаева к Алене Блин. Прости, господи. Ну, в общем, вот так вот. Ну, наверное, потому что Алена Блин его сама позвала. Мне что Бородина, что Курбан Амаров, пусть идут лесом. Я жду ваши комментарии, а мы двигаемся дальше. А звезда сериала «Наследники» Брайан Кокс в интервью с Пирсом Морганом раскритиковал волк-культуру, о которой я вам как-то рассказывал. Волк-культура или культура пробуждения, отмены термин, который обозначает усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости. Термин часто используют, когда говорят о либералах и левой повестке. И вот его цитата. Я не думаю, что социальные сети помогут бороться за справедливость. Они мешают, они помогают. Вся эта культура пробуждения, о которой мы говорили раньше, действительно ужасная. Это культура стыда. Я не знаю, откуда она взялась. Кто ответственен за это? Определить виновников очень сложно. Но обычно это группа миллионеров. Но кто дал им право решать за других? Я думаю, что они, возможно, говорят, «Вы все облажались, теперь мы попробуем что-нибудь с этим сделать». Но это неправильные принципы, которые исходят не из того места. Также он не впервые критикует Волк-культуру, которую он считает лицемерной. В одном из интервью, которое он давал в 2022 году, он привел к примеру отрывок из Библии, где Иисус сказал «Кто из вас без греха, пусть первый бросит камень». И добавил, что камней бросают много, и это превращается в болезнь. Ранее также он высказался в поддержку Джоан Роулин, которую обвинили в трансфобии. По его мнению, несправедливо. Также он осудил цензуру романа Руальда Даля, которую назвал позорным побочным продуктом Волк-культуры. Так, ранее в этом году британское издательство вырезало или переписало фрагменты книг автора Руальда Даля, которые включили слова и выражения, связанные с психическим здоровьем, телосложением, а также гендерной и расовой принадлежностью персонажа. Это объяснили желанием защитить читателей от различных культурных, гендерных и расовых стереотипов в издательстве. Посчитали, что книга не соответствует современным стандартам. Вы знаете, я тоже говорил уже как-то про эту Волк-культуру, она же культура пробуждения, отмены, как хотите. Мне тоже непонятно, как это все работает, потому что здесь нет какой-то четкой и адекватной позиции. Получается, одних мы отменяем вообще непонятно в чем и ни за что, не разобравшись, другим позволено все. То есть тут как-то выборочно-то все идет. Нет никакого баланса, ничего. То есть получается просто какая-то группа людей сама решает, кого они хотят отменить, принуждают людей соглашаться с тем, с чем они не хотят соглашаться. Я понимаю, что толерантность — это одно, но, понимаете, быть толерантным — это одно. А соглашаться, что есть люди в сковородке, образно говоря, или там есть больше, чем два гендера, или три, или пять, мы прекрасно понимаем, что ориентация есть такая, есть вот такая. Да, люди есть трансгендеры, транссексуалы, это все понятно, все это мы понимаем. Но когда там вот эта небинарная личность, я чувствую сковородкой себя, зеркалом, ну, можете, в принципе, себя чувствовать как угодно, никто вообще не против, я так точно. Ну, в общем, я к тому, что уже настолько все это перешло какие-то границы, что человек, уже приходя даже на интервью, он боится открыть рот, потому что, не дай бог, он сейчас выскажет свое мнение, оно его. Конечно, мы можем с ним не соглашаться, но это же не говорит, что мы должны его закидать камнями или еще, не дай бог, что-то с ним сделать. Но это его точка зрения, она вот такая, ее уже нужно услышать. А теперь, получается, благодаря этой воу-культуре люди либо вообще не будут ходить на интервью или комментировать что-то, либо просто будут поддакивать нынешним, как говорят, трендом, чтобы, не дай бог, никого нигде не обидеть. Вот и все. Не знаю, хорошо это или плохо, но как есть. В общем, нет какой-то в этом всем баланса, нет, поняли? То есть, как-то непонятно все это работает для меня тоже. Николай Дроздов госпитализирован. Он поздно ночью обратился за медицинской помощью. Врачи обнаружили воспалительные процессы внутренних органов, вызвали ему врачей, сейчас он находится в больнице. А блогера Лерчик снова отправили под домашний арест. Она неоднократно нарушала меры пресечения видит запрет о совершении определенных действий, выход в интернет и общение со свидетелями по уголовному делу. Ну и, в общем, собственно, хотела вырваться, но не тут-то было. Домашний арест продлили. Я уже говорил о том, что передача «Давай поженимся» возвращается во главе с ее ведущей Ларисой Гузеевой. И вот Роза Сабитова тоже сказала, что вернется. Цитирую. Мне предложили вернуться в программу. Сейчас мы ждем дату съемок. Я, безусловно, очень этому рада. Складывается ощущение, что я была единственной, кто верил, что «Давай поженимся» все-таки вернется в эфир. На вопрос «Закрылись ли мы?» я всегда говорила «Мы на паузе». Но радость будет двойной, когда я войду в студию и услышу слова Ларисы Гузеевой о том, что «Мы на программе. Давай поженимся». На фоне забастовки в Голливуде сценаристов, к ним, кстати, еще примкнули теперь и актеры, очень интересная новость появилась о том, что французский миллиардер Франсуа Анри Пино, это, кстати, муж Сальмы Хайек, вот-вот завершит семимиллиардную сделку по покупке контрольного пакета акций крупнейшего в Голливуде актерского агентства CAA. Пино возглавляет корпорацию Керинг и групп «Артемис». И под его началом находятся такие мега-бренды, как «Майот Хеннесси», «Луи Виттон», «Гуччи», «Сейнт Лорен», «Болинсияго», «Александр Макуин», «Бриони», «Боттега Винета» и многие другие. Причем у Керинг давние связи с миром кино. Так вот, например, компания была организатором инициативы «Женщины в движении» на Каннском фестивале в 2015 году. Повлияет ли это как-то на забастовку, неизвестно, но, как вы поняли, муж у Сальмы Хайек очень непростой. Лера Кудрявцева зачем-то запела. Она выпустила видеоклип даже, представляете? Песня старая, правда, написала ее Любаша, но Лера Кудрявцева там теперь в роли певицы. Ну да ладно. А Лайма Вайкули заявила, что шаману далеко до по-настоящему талантливых исполнителей. И вот ее цитата. «Что касается популярной музыки, для меня главное – чувственность. Какое-то электричество. Вот Эмми Уайнхаус. Она же не кричала, но душу просто разрывала. Тина Тернер. У них всех есть собственное «я». Ты точно видишь, что этот человек – он такой один. Звук, подача, характер, жизнь человека, его переживания. Там все это есть. Но и шаман. Он ничего не пережил. Орет себе и все. Я всегда говорю – музыка не спорт. Тут не надо кто громче, кто тянет длиннее ноту. В общем, Лайма Вайкули считает, что шаман – посредственный, неинтересный, просто кричащий певец. А Билли Айлиш выпустила клип на композицию «What was I made for?», вошедшую в саундтрек Барби. Это глубокое размышление о поиске себя и своего предназначения в мире. Идея перекликается с путешествиями, которые предстоит проделать Барби в этом фильме. Ну, кстати, Билли Айлиш очень интересно выглядит в роли Барби. Забегаем, смотрим. Мы с вами знаем, да, что я уже говорил. Забастовка идет от сценаристов в Голливуде. Вот теперь и актеры присоединились к забастовке сценаристов. Гильдии, которые теперь тоже участвуют в акции протеста, состоят 160 тысяч актеров, включая звезд первой величины. Теперь они не смогут принимать участие в съемках и ходить на премьеры. После объявления забастовки Киллиан Мерфи и Эмили Блант покинули премьеру фильма «Опенгеймер». Вот так, ребята. Так что все серьезно. Я не знаю, к чему это все идет. Как вы думаете, приведут ли это к каким-то положительным результатам все эти забастовки или просто покричат, походят и на этом все закончится? Ну, что мне понравилось, значит, там актеры, сценаристы, не знаю, в общем, люди стояли с табличками, там протест, протест и все такое прочее. Там написано, вот посмотрите, типа, к чему это все привело, что вы нас заменили искусственным интеллектом и какими-то непрофессионалами. Вот и привели в пример сериал «Кумир», вот этот, который The Weeknd снял. Ну, поняли, то есть опустили The Weeknd, да? Сказали, если вы ничего не сделаете, то тогда вот вам будет вот такое вот плохое кино. Теперь iPhone будет имитировать ваш голос. Эта функция появится в iOS 17 под названием «Личный голос». Функция позволит озвучивать напечатанный вами текст в вашем же голосе, а также может применяться во время FaceTime звонков, обычных телефонных разговоров и в сторонних приложениях для общения. Для того, чтобы активировать эту функцию, вам необходимо будет записывать свой голос на протяжении 15 минут, произнося определенные фразы, появляющиеся на экране. Дана Борисова поделилась замечательной в кавычках новостью о том, что она качала губы 15-летней своей доченьки. Несмотря на то, что многие люди не поняли, в общем, она поделилась радостной новостью, сказала, что у моей доченьки тоже там что-то гиалуронку или что там делают. Но мне все-таки кажется, в 15 лет это неуместно. Это мое субъективное мнение, опять же, не мое тело, не мое дело, но я-то чисто высказываю свое мнение. Надеюсь, вы меня не отмените за это. Татьяну Васильеву тоже госпитализировали вчера с гипертонией, ей стало плохо ночью дома, ее состояние оценивают как средне-тяжелое. На данный момент она пока что находится в больнице. А Джеймс Кэмерон, по слухам, собирается снять сериал о пропавшем батискафе Титан. Как пишет западное издание The Sun, Кэмерон уже ведет переговоры с одним крупным стримингом, можем даже догадаться с каким, Netflix либо Apple TV+. В общем, Кэмерон не упускает возможности нигде. А Том Круз планирует снять фильм «Внимание!» в космосе за 200 миллионов долларов. Новый фильм Тома Круза, который будет сниматься в космосе, будет поддерживаться студией Universal. Я не знаю, насколько это действительно реалистично все. Мы уже с вами знаем, что якобы Юля Пересиль туда слетала, снимали там фильм. Но вот теперь за этим делом пошел Том Круз. Пишите свои комментарии. Ну и последняя новость на сегодня о том, что в Киеве полностью запретили включать российские песни в общественных местах. В общественных, хочу подчеркнуть. То есть раньше официально этого не было. Теперь, если вдруг на улице кто-то включит песню, получается, что могут вызывать полицию, наверное, создавать дела, протоколы, в общем, все такое прочее. Так что, ребята, все, кто живет в Киеве, но это не только в Киеве, я знаю, в Западной Украине понятное дело. Не знаю, как с этим дела обстоят в Одессе, Харькове и так далее. Но вот в Киеве теперь уже все запретили. Дома, слушайте, в публичных местах этого быть больше не может по закону. Как вы к этому относитесь? Пишите свои комментарии. На этом основной поток сознания мой на сегодня закончился. Но, как всегда, будет рубрика хорошего, доброго и прекрасного. А как же без этого? И перед тем, как мы перейдем к рубрике добра, я еще раз хочу всем напомнить, что ролики нужно смотреть от начала до конца. Конечно же, принимать активное участие в комментариях, потому что всегда есть что прокомментировать. И, конечно же, проверяйте свою подписку. Вдруг случайно вы что-то нажали, или вас просто негодяй YouTube подписал сам. Возможно, вы психанули, отписались, всякое бывает. Рекомендуйте своим друзьям, а всем, кто со мной всегда смотрит каждый день, не пропускает ни одного ролика. Вы действительно настоящие люди. И, увы, отвечаете за свои слова. Во-первых, своей поддержкой. То, что вы действительно меня поддерживаете. А, во-вторых, мне это очень помогает. Вы не представляете, как. Потому что я тоже живой человек. И, как вы понимаете, у меня тоже всякое в жизни бывает. Но вы наикраще. Я вам благодарен за вашу поддержку. Ну, а теперь врываемся в рубрику добра. Погнали! Интересная и хорошая история с прекрасным финалом. Девушка как-то вышла на улицу. К ней на плечо присел вот этот замечательный попугай. Как выяснилось потом, его звать Арбуз. Такой вот красивый. Девушка его, конечно же, забрала домой, поскольку он никуда не собирался улетать. Он сразу подружился со всей семьей. Но она почему-то была уверена, что попугайчик домашний. Уж слишком он хорошо общается с людьми. Не похож он на дикого попугая. Тогда она разместила его фото в интернете. И что вы думаете? Нашелся его хозяин. Он доказал, что это действительно его попугай, который потерялся. И вот, спустя какое-то время, благодаря этой неравнодушной, милой, очаровательной девушке, попугай воссоединился со своим хозяином. Ну и, кстати, и он периодически заходит в гости к этой семье. Потому что он их тоже полюбил. Ну, прекрасная история. Вы только посмотрите на нашу милую, очаровательную панду. Если вы думаете, что панды только неуклюжи, то это не так. Все вы помните мультик «Панда кунг-фу». Кунг-фу панда. Вы только посмотрите, что он вытворяет. Вот это вот серьезный трюк. Такого я еще не видел. Это вам не хухры-мухры. Вот такой вот он, медвежонок, наглядно продемонстрировал высокие навыки эквилибристики. Еще одна веселая история. Значит, парень оставил скрытую камеру для того, чтобы наблюдать своим песелям и периодически ему кричать, чтобы тот не шкодничал, не грыз тапки, диван. В случае чего. Ну, в общем, подглядывал за своим питомцем, когда находился на работе. Но хвост оказался умнее. Он понял, что за ним подсматривают. Ему это не понравилось. Вы только посмотрите, что он сделал. Он принес игрушку и закрыл камеру, чтобы за ним хозяин не подсматривал. Вот и скажите мне, как они это делают? Вот как? Вот умные. Умный же спрошарил, что надо делать. Молодец. Неравнодушные люди помогли обессилевшей косули выбраться из бурной реки. Местные жители заметили плывущее по реке животное и начали наблюдать. Вскоре стало ясно, что у косули нет сил доплыть до берега. Люди вызвали спасателей, которые очень быстро приплыли к месту на лодке. Косулю аккуратно подняли на борт и повезли на берег. Бедняга так устала, что даже не сопротивлялась. В итоге косулю передали сотрудников местного лесного хозяйства. Когда рогатая полностью восстановится, ее выпустят в лес. Людям большое спасибо, что не прошли мимо. И снова у нас с вами прекрасная рубрика «Необычная дружба». На этот раз котики и козлик. Вот этот козлик все время приходит будить кошечек, чтобы те немного подвинулись и дали ему немножечко полежать вместе с ними. Со слов хозяин, он это делает постоянно. Для козлика это что-то вроде утреннего ритуала. И вообще он с котиками не расстается. Вот такая вот невероятная дружба. Прекрасная и интересная банда. Козлик и коты. Самое главное, что все поладили. Хочется, чтобы так же и люди ладили. А это история про слепую коровку. Она стала любимицей в сельскохозяйственном приюте. Есть такой специальный приют. К сожалению, она родилась слепой. Но это никак ей не мешает жить полноценно и радостно. Потому что она, кстати, помимо того, что слепая, она еще такая карликовая порода. В общем, ее забрали в сельскохозяйственный приют. Там о ней, конечно, заботятся, как вы видите. Несмотря на свою слепоту, она бегает, радуется. А также она себе там обрела прекрасных друзей в виде любящих людей. Ну и, конечно, самое главное, она подружилась с овечками. И теперь они вместе тоже не разлей вода. Самое главное, что у коровки все хорошо. Нашла себе друзей, любящий дом. И это прекрасно. В прошлом году 4000 собак были спасены из учреждения Вирджинии, где на них что-то тестировали. Правозащитники их вылечили и нашли им семьи. Представляете? Недавно часть хвостиков и хозяев собрались вместе, чтобы отпраздновать первую годовщину их спасения. У них там и тортики, как вы можете видеть, хвостики. Все счастливые, радостные, веселые. И людям, правозащитникам, неравнодушным, всем огромное спасибо за то, что спасают наших животных. Ну и напоследок еще одна хорошая история. Золотистый ретривер принес в дом малыша коалы, чтобы тот не замерз. Семья обнаружила юного гостя рано утром на спине собаки по кличке Аши. В этой местности, где все случилось, температура по ночам опускается почти до нуля градусов. Малыш не выжил бы в таких условиях в одиночку. К счастью, хвостик позволило забраться крохе на спину и забежал с ним в дом. Утром хозяева собаки пытались снять малютку, но он не давал сошипел, также хвост не давал снять. В общем, вот так они подружились. Ну, конечно, коала – это не домашнее животное. Люди позвонили к профессионалам, те его забрали. Когда малыш подрастет и окрепнет, он сможет отправиться в дикую природу, поскольку там, где они находятся, это все на законодательном уровне. За ними смотрят. Нельзя ничего с ними делать, потому что коалы там просто защищены по закону. И это прекрасно. Мне очень хочется, чтобы все животные были защищены законом. На этой прекрасной, замечательной ноте я заканчиваю сегодняшний выпуск. Я надеюсь, что он вам понравился. Не забудьте пересмотреть все эти выпуски, пока будет завтра выходной у меня, что вы пропустили. Всем желаю прекрасных выходных, прекрасного самочувствия. Всех, у кого день рождения. Я поздравляю с вашим днем. Будьте счастливы. И вообще, просто пусть у каждого из вас все будет отлично. Чтобы было побольше хорошего всего. Очень хочется этого. Ждем хороших новостей. А я с вами до понедельника прощаюсь. Вернусь, как всегда, в понеделок. Тут как тут буду. Не скучайте. Пока-пока.